Я бы, конечно, мог вам показать, но не смог это сделать, потому что все, что я в этой жизни заработал, а это мои дома, это мои машины, это практически все, что у меня есть, благодаря одной вещи. Печаточка у меня была. Я в свое время эту печаточку купил за 1500 рублей. Я постоянно ее приносил в ломбард. Ну, не в этот, естественно, а в другой. И моя печаточка сейчас начала стоить 9350 рублей. Ну, что у нас так, да, инфляция хлопает. Почему я приносил ее в ломбард? Потому что это единственное место, где мне всегда выдают деньги. Потому что иногда кредиты не возьмешь, а тем более с нехорошей кредитной историей не все тебе дают кредиты. А я это сделал, потому что надо было отбабахать. Но, тем не менее, печаточка у меня в ломбарде. Но знал бы, пришел бы обязательно сюда, на колени на 22. Потому что здесь вообще низкие проценты. 0,2-0,4. То есть дешевле вы не найдете. Сейчас ломбарды, наконец-таки, стали обращать внимание на меня. Я просто в свое время говорил, что, ребят, ну, пора уже показывать. Вы же делом-то занимаетесь. Но не все. Ломбард на колени на 22 обращает на меня внимание. И я обращаю на него внимание. Потому что, что такое золото сейчас? Золото это не то, что у моей супруги. У моей там 750-я проб, понимаете? А то, что у нас, это помесь. Вот. Тем более, это золото всегда можно сдать. А потом и забрать. И чем ли это не выход в вашей ситуации? А вот сейчас я вам все объясню. Как зарабатываются деньги? Может, кто-то подумает, что я не прав. Но я-то прав. И только благодаря ломбарду у моей супруги и у моего сына все нормально. Конечно, я бы знал, что здесь на колени на 22 самые дешевые проценты. Но вы-то должны понять, что не имея никакой финансовой подпитки, меня ломбарды приучили четкости. Четко получаешь деньги, четко отдаешь и никаких проблем. Да, в бытность оную я снимал квартиры с пятого курса института. Да, я жил и в саду. И да, я ночевал на шести стульях на работе. И только поэтому вы типа думаете, что у меня все окей? Да, я грузил один сутку на полторы тонны. И наша «Волга» ломала свою подвеску по полной. И мой «Форд», ну, достаточно старенький, вез кафель для дома, практически ползая по улицам. Ну, а как иначе то? И во всем этом меня стабилизировал ломбард. Потому как он главный стабилизатор. Четко получил деньги, сразу отдал. И как только потребовались деньги, кольцо сюда. И все нормально. Да, я не фуфырюсь, как франт. Я в точности такой же, как меня выпустила школа. И это хорошо. И это благодаря ломбарду. И это замечательно, что он есть. Но вот сейчас возникает вопрос. А где дешевле? И где дешевле всех? И это на Калинина, 22. В городе очень много ломбардов. Везде и всюду эти ломбарды. Но не во все ломбарды я бы пришел. Потому что у вас какие-то супер процентные ставки. Какие они? Да, у нас самые низкие процентные ставки в городе Монтогорске. 0,2-0,4%. 0,2% эти процентные ставки распространяются у нас на инвалидов, пенсионеров. Пенсионеров. То есть я как пенсионер могу сделать? Да. Обязательно. Приносите свое пенсионное удостоверение. И получаете самые низкие проценты. 0,2%. Что же я сделал? Я отдал кольцо в другое место. Надо было обратно к вам приносить. Ну ладно, в следующий раз буду к вам вносить. Сколько людей могут взять у вас деньги? В каких количествах? Мы даем залоги любые суммы. Естественно, даем залоги под залог имущества. То есть мы принимаем золото. И я, конечно, понимаю, что золото это хорошо. Золото это не только ваша благодать, которая на руке. Но золото также может у вас храниться. И естественный вопрос. А если, допустим, нужны денежки, да? Стоит ли мне отдавать золото какие-то другие вещи? Или проще можно с вами поработать? Вы приносите золото к нам. У вас есть возможность не только хранить у нас золото, но и получить за это какие-то деньги. Вы можете хранить у нас золото. Оно может у нас храниться от месяца до года. И вообще сколько вы захотите. Только необходимо оплачивать проценты? Только необходимо, да. Естественно, оплачивать проценты. Теперь еще. Пока вы глядите на золото и понимаете, что эти бы денежки для вас. И это было бы круто. В отличие от ломбардов других, ломбард на Калинина 22 вас не ограничивает в средствах. Но вы поймите. Редко у кого есть очень много золота. И редко кому дают большие суммы. Но здесь на Калинина 22 вы можете получить и 200 тысяч, и 500. То есть вы не будете мотаться и искать. Да, здесь вам все дадут. Что касается процентов. Конечно, перекредитованный город должен знать, где меньше. Опять же здесь. Для пенсионеров 0,2. Для остальных 0,4. В некоторых случаях правильные деньги хранить и здесь. Ну, поехали на операцию. Ну, поняли, что там проще. Положили золото сюда, там купили недвижимость и пожалуйста. А потом, вернувшись сюда, перехватив денежки в банке, получили свое золото. Так что надо понимать, ломбард на Калинина 22 это лучший помощник всем тем, у кого проблемы. И всем тем, кто понимает, как с проблемой справиться. А вообще ломбарды это здорово. То есть вы приезжаете в другое место. У вас тут цепи, кольца и все остальное. Что с ними делать? В любом случае, это ваше будущее. Потому как, если принесете в ломбард, вам за него денежки выдадут. То есть тут особо это делать и не надо. Приехали, ну, внезапно что-то в городе Магнитогорске где-то что-то потратили, положили, вернулись и забрали свои денежки. И потом еще забрали свой металл. Я тем же самым занимаюсь. И у моей супруги очень много других металльчиков. И пускай так оно и будет. Потому что вдруг внезапно такое вознется. И мы немножко можем поднять наш финансовый доход. То есть прийти сюда, в ломбард, по улице Каренина, 22. Потому как процентные ставки очень низки. Вот. И это же классно, когда рано или поздно ненужный вам металл, по сути-то. Видите, у меня даже нету. Потому что я с видеокамерой работаю. Представляете, если бы еще все это дело у меня было. А у меня есть еще и кольца с бриллиантами. Представляете, ну, и как камера развалилась. Вот. Поэтому я вам рекомендую все-таки между делом обращаться в ломбарды. Это очень полезное занятие.